Привет из Японии! С вами Наташа! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас второй день на острове Щигаки, Япония. Это Окинава, если кто не знает. Сегодня мы с утра решили заняться снорклингом. Я раньше думала, что дайвинг и снорклинг одно и то же, но, оказывается, это разные вещи будут. И сегодня мы едем на очень красивый остров, который называется Мабороща Джима. Прямо из отеля нас отвозят на специальной машине до пристани, где мы пересаживаемся на корабль. Кстати, парень, который везет нас, сам не местный, он с Хоккайдо. Вот мы идем к кораблю. Вот тот красный. Кораблик наш. Посмотрите, какой колоритный мужчина справа. Коренной житель Акинавы по виду. Все, садимся на корабль. А сейчас небольшой инструктаж от капитана корабля. Кстати, он тоже не местный, он из Осаки, а девушка его помощница с Хоккайдо. Я заметила, что много обслуживающего персонала не с самой Акинавы. И я их понимаю. Может быть, они так же, как мы, поехали отдыхать и влюбились в это место. И решили там поработать. Сегодня с нами в компании молодая пара. Также пара из Гонконга. И компания из четверых бабушек и дедушек. Самой старшей бабушке 81 год. Я была, конечно, поражена. Я надеюсь, что я в ее годы тоже буду ездить, путешествовать. Сейчас небольшой инструктаж, как пользоваться судном, где находится туалет, есть бесплатный чай и так далее и тому подобное. Внимательно слушаем и скоро отправляемся. Сейчас около 9 часов утра. Очень хорошая погода. Я надеюсь, у нас все получится. Мы снимем красивое видео и красивые фотографии сделаем. Все, поехали. Поехали. Я надеюсь, что у нас есть. Поехали. 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 Я надеюсь, что у нас идет. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, какое красивое море. Тучки потихонечку рассеиваются. С утра еще было немножко пасмурно, но сейчас просто прекрасная погода. Ну и немного об острове, на который мы направляемся. Его называют Мабароши Джима, что в переводе с японского языка означает «призрачный остров». На самом деле у него есть официальное название – Хама Джима, остров Хама. Но он показывается только во время отливов, два раза в сутки, поэтому его очень часто называют Мабароши Джима, что значит «призрачный остров». Приехали! Приехали! Музыка 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 Вот мы высадились на остров, видите, я вам вдалеке машу руками. Просто нереально красивое место. Мы приехали нам оборочить джима или призрачный остров. Посмотрите, какая вода. Я остаюсь здесь жить однозначно. Домой неверных не ждите. Обгорело вчера, приходится теперь прятаться от солнца. Очень жаль, конечно. Мы приехали 20 минут назад, острова еще не было видно. Сейчас, посмотрите, уже начался отлив и постепенно появляется остров. Говорят, здесь вообще этот остров зарегистрирован в Японии, поэтому можно строить дом, если что. И переезжать пару раз в день только на отливы, потому что он, конечно, скрывается в приливе. Погода прекрасная. Немножечко есть облачка, но не страшно. Сейчас еще немножечко погуляем и займемся снорклингом. К сожалению, к большому мы очень торопились и забыли камеру, которую можно снимать под водой. Но я думаю, можно снять и так, сверху, потому что будет все видно. Ну все, я пошла плавать. Ну все, готово. Ласты есть, маска есть, все есть. Пошли навстречу к рыбам. Это мой первый серьезный заплыв. До этого я там на мели прыгала. Я решила, что без спасательного жилета будет интереснее. Посмотрим. Ну все. Не поминайте лихом. Вода. 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 А тут Старв за меня переживает, потому что я нырнула и взвизгнула от счастья. Он перепугался. к сожалению как я уже сказала мы забыли камеру который можно снимать под водой поэтому верьте мне на слово там очень красиво под водой вот то что мы сняли сверху вы можете видеть это коралловые рифы рыбок к сожалению почти не видно сверху все решено остаюсь здесь рыбы вы бы видели красота неописуемая жаль конечно что камеру забыла если будете на окинаве обязательно съездите на снорклинг наверное самое интересное что здесь есть я опять пошла посмотрите какое море на него можно любоваться бесконечно и Продолжение следует... Ну всё, наш тур подошёл к концу. Пора возвращаться в отель. Это вы видите наш отель, это терраса, где мы завтракаем. Море. А здесь у нас бассейн. Ещё один бассейн есть внутри отеля, но мы там ещё не были. И сейчас 12 часов дня, народ весь разбежался, потому что очень жарко. Мы тоже скоро пойдём в номер. А потом опять на море. Бассейн красивый, конечно, но мы приехали не в бассейне плескаться, а на море. На море намного лучше. После обеда мы решили поехать покататься по острову. Где-то полчаса езды от нашего отеля. Есть прекрасное место, которое называется смотровая площадка Таматоризаки. Площадка для обозрения окрестностей, с которой открывается хороший вид на мыс Таматори, залит и барума, изумрудный океан. Очень красивое место. Обязательно рекомендую всем, кто поедет на остров Ищигаки, посетить эту смотровую площадку. Кстати, мы здесь встретили пару из Гонконга, с которой утром ездили на снорклинг. Так что все туристы ездят по одному маршруту. После этого мы заехали на еще одно очень популярное место для туристов. Пляж Санцет, где встретили, собственно, закат. Но, к сожалению, было пасмурно и наш закат наполовину был закрыт тучами. Но все равно было очень-очень красиво. И в завершение дня роскошный ужин из сашими. И это блюдо называется чахан. Что-то вроде рисового плова. На сегодня все. С вами была Наташа. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok